Ля-ля, 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 ля-ля. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Dzen-канала, Rutube-канала, моих остальных соцсетей, где вы будете смотреть этот ролик. Видеоматериал без разницы. Всех я приветствую. Перед началом данного видеоматериала хочу вам посоветовать поучаствовать в конкурсе в группе моей ВКонтакте. Ссылочка на группу, как всегда, есть в описании под этим роликом. Буквально вот часа три назад стартанул конкурс на вот такой вот замечательный ключик от игры Police Stories. Также огромное спасибо выразить хочу человеку, который подогнал ключ на эту игру. На него, кстати говоря, тут ссылочка есть. Также в группе ВКонтакте мы разыгрываем не только ключи на игры, но и скины на CSGO. Поэтому, если кому интересно, залетайте, участвуйте, народу участвует очень мало. Всем приятного просмотра и всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube-канал или же на мой Twitch-канал. В этом видеоролике мы будем делать обзорчик на вот такой вот рич-те. Зелёный чай со вкусом манго с фруктовым соком. Рич-те. Рич в переводе. Богатый. Тия. Чай. Рич-те вместе. Как? Молодцы. Правильно. Богатый чай. Как я понимаю, как я понимаю, Липтон ушёл с России, я так понимаю, да? Да, Липтон уходит из России, производитель чая решил свернуть деятельность. Всё. Получается, чай Липтон ушёл и на замену пришёл вот этот рич-те. Рич-те, если я не ошибаюсь, рич-фирма довольно-таки либо была на рынке, либо это какая-то новая фирма на рынке. Рич – это бренд соков и нектаров. Да-да-да, точно я вспомнил. Рич – это же соки, соки делали. Обычно приходишь в магазин, смотришь, сколько сок стоит, и всё, и отворачиваешься, короче, уходишь просто в печали. Потому что соки рич, они довольно-таки дорогие, дорогие. И, кстати говоря, бренд рич... Давайте я, в принципе, прочитаю вам сразу. Рич – это бренд соков и нектаров, запущенный российской компанией «Зао Мултон», ныне принадлежащий американской «За Кока-Кола Компани». В общем, принадлежит бренд рич фирме «Кока-Кола», которую производит, да, американская фирма. В принципе, здесь ничего удивительного нет. Липтон ушёл, рич пришёл, и, в принципе, ничего особо-то и не поменялось, потому что, на самом деле, это, скорее всего, Липтон и есть, и фирма Липтон, скорее всего, принадлежала тоже фирме «Кока-Кола». Тут ничего, в принципе, я удивительного не буду удивлён. В принципе, тут написано «Великобритания», но это британская компания. Но, мне кажется, это была она создана британской компанией. Чай довольно-таки вкусный. Пипсика, опять же, имеет 50% акций этих предприятий, то есть, Липтона. Так. Кто, конечно, владеет им, на данный момент разбираться у меня времени нет, потому что у нас обзор, по большей части. С Липтоном особо, Липтон, было дело, покупал Липтон, но обзора, если я не ошибаюсь, я не делал на Липтон. Потому что я его просто брал, очень редко покупал его, да, либо же на него обзор вообще не делал. То есть, тут две как бы причины, и покупал редко, и если бы даже покупал, то на него обзор я не снимал. Этот чай я купил в Престоле, он сейчас по скидке там 100 рублей стоит, полторашечка как раз. Очень вкусный чай, очень хороший такой напиток, я бы сказал, освежающий. Особенно вот эти чаи, их надо пить холодными. Они вот как раз я с холодильника достал. Рекомендую. Просто идеально. Шел я вообще за черным чаем, потому что, если кто смотрел обзор, мы с братом делали обзор совместный. Братский обзор, он так и называется, на Яндексе не можете посмотреть, на Рутубе он также есть. Я вам сейчас, в принципе, закинул название этого ролика. А там уже определитесь, на Рутубе смотреть или на Яндексе не решать вам. Потому что на Ютубе его пока еще, он не обработался, не вышел еще. Вот, в принципе, этот обзор, вот его название. Вот превьюшка данного ролика. Если кому интересно, опять же, можете перейти, посмотреть. Ссылка в описании. Так вот, там мы делали обзор на Шебургер Джуниор оригинальный с KFC. Очень, очень вкусная тема. И там мы запивали, как раз таки, чаем Рич, тоже в Бристоле покупали. Там был черный чай, я вот тоже шел за черным, но черного не оказалось. Черный чай я не помню, с каким вкусом там. Точно не помню. Пришел в Бристоль, зашел, смотрю, черного чая нет. Я такой, ну давайте зеленый, в принципе, манго попробую. А черный, в принципе, можно в следующий раз. Потому что черный мне, ой, как зашел очень, очень. Мне в целом эти чаи Липтон раньше нравились. Я помню, черный покупал чай. Не помню какой. То ли со вкусом манго, что ли тоже. Очень вкусно было, очень вкусно. Но вот дорогие были. Поэтому я их особо не покупал, покупал редко. Этому чаю оценка моя однозначно пятерка. С манго, с фруктовым соком. Черный тот чай, кстати, тоже с фруктовым соком был. Напиток безалкогольный. Неказированный. Зеленый чай со вкусом манго Рич. И мне, кстати, интересно еще также посмотреть на этот напиток, да. И присутствует ли в нем кофеин. Потому что в чаю кофеин присутствует. В черном он присутствует намного больше. В зеленом меньше. Но сейчас мы это посмотрим. С добавлением яблочного сока. Так. Антиокислитель. Углеводы. Мултон Партнерс. Партнерс. Это бутылка перерабатываемая. Так, нет. Кофеина здесь нету. Это на самом деле даже хорошо, с одной стороны. Но если чай настоящий, то кофеин в нем присутствует. Имейте это в виду. Так. В принципе, больше никакой инфы о нем нету. И, кстати говоря, превьюшечку в интернете я тоже хочу глянуть. Есть ли превьюшка на этот замечательный чай. Зеленый чай. Кус манго. Скорее всего, есть. Все-таки фирма Рич довольно-таки популярная. Меня перекидывают куда-то уже не туда. Не, вот реально. Данный напиток, он освежающий максимально. Максимально освежающий. Вот что, Липтон брал. Холодный прям идет только так. С кайфом. Что вот этот вот. Ну, в принципе, тут сомневаться и не стоило. Ну, даже, кстати, в пакетике есть. Ха. Может, в пакетике тоже когда-нибудь заварю. Реально, обзоры будут на пакетики с чаем. Как на кофе. Есть же. Есть же, ребята. Это, в общем-то, моя оценка. Однозначно, пятерка данному чаю. Очень вкусный напиток. Особенно с какими, не знаю, кстати, с чипсами. Вот, с чипсами. С чипсами посмотрим. Кстати, еще есть Фьюз Ти. Манго Ромашка, я тут смотрю. Может, тоже на нее сделаем обзор. В общем, идей много. Много идей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Так сказать, поддержать канал. За такой контент. А то, что я трачу свое время. Трачу свои деньги. Если досмотрели до этого момента. Огромнейший вам респект. Дай бог вам здоровья. Спасибо. За просмотр. Подписывайтесь на канал. Еще раз. Комментируйте. Ставьте лайки. Всем до скорой встречи. Всем пока. Всех обнял. Всех припольнял. Субтитры сделал DimaTorzok